На телеканале Умск ТВ новости смотрите сегодня. Плюс два. Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Как кость в горле, что известно о скотомогильнике в Чукреевке. Мой дом, моя темница из-за обвала стены жилого дома в советском округе инвалид-колясочник оказался заблокирован в собственной квартире. Пускают в расход. Почему вместо инвестиций в будущее люди все чаще тратят маткапитал на текущие нужды? Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение принял президент Владимир Путин. Он подписал соответствующий указ, а также заключил два договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководителями этих государств. Причиной, по словам Владимира Путина, стало обострение ситуации на российско-украинской границе и рост угроз для национальной безопасности страны. На фоне обострения отношений между ДНР, ЛНР и Украиной, главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость их регионов. Участники экстренного заседания Совета безопасности, которое прошло накануне, высказались за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик России. После этого Владимир Путин также выступил с обращением к народу, а затем к руководству Украины с требованием незамедлительно прекратить боевые действия. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Я, объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. В Омске объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Сообщение с призывом о сборе вещей первой необходимости родители школьников начали получать в своих чатах. Инициаторы благотворительной акции просят неравнодушных помочь продуктами, предметами личной гигиены, постельными принадлежностями, а также игрушками. Информацию подтвердили в региональном Минобре. По данным ведомства, сбор гуманитарной помощи объявлен в рамках акции российского движения школьников «Добро не имеет границ», к которой подключилась и Омская область. Все собранные вещи и продукты направят в Ростовскую область, где сейчас находятся беженцы. О готовности принять людей из Донецка и Луганска омские власти пока официально не заявляли. Напомним, в 2014 году в Омск прибыло немало переселенцев с юго-востока Украины, многие из которых остались здесь жить. Наказать виновных за некачественное питание в школах призвал губернатор Александр Бурков. Напомним, итоги проверки областная прокуратура огласила на прошлой неделе. В ходе работы надзорный орган выявил более 500 нарушений, среди которых несоблюдение сбалансированности питания и использование недопустимых для детского меню продуктов. Как выяснилось, подростки могли получить на обед сосиски или кондитерские изделия с добавлением пальмового масла. В связи с этим министру образования Татьяне Дерновой вынесено представление. Однако этого, по мнению главы региона, недостаточно. Александр Бурков поручил Министерству образования и мэру Омска Сергею Шелесту разобраться с организацией питания в школах на территории города, более детально и наказать виновных. Я понимаю, что хлопот сегодня у директоров школ хватает. Но еще раз напомню, было решение президента об обеспечении бесплатным питанием первых и четвертых классов. Качественного питания нет. Проработать вопрос все-таки с учетом изменения федерального законодательства, где можно делать единые центральные склады, где мы можем гарантировать участие наших именно поставщиков продуктов питания. Тех, кто сегодня производит у нас на территории Омска, чтобы не закупали их там с другого края нашей страны продукты питания для детишек, а делали качественную, поставляли продукцию. Рога, копыта и кости, обнаруженные мечами в 150 метрах от поселка Щукреевка, проверят на возможное заражение сибирской язвой. После публикации в соцсетях снимка с несанкционированной свалкой и обращения нашего телеканала, специалисты Россельхознадзора выехали на место, чтобы разобраться в произошедшем. Как выяснилось, неизвестные разбросали более тонны останков крупного рогатого скота. Реальность фотографии еще накануне подтвердили в администрации Кировского округа. Пробы, взятые специалистами, отправлены на исследование. Нужно проверить, не были ли заражены животные сибирской язвой. Виновных найти пока не удалось. Как сообщили в Россельхознадзоре, это далеко не первый случай, когда неизвестные бросают опасный мусор, где придется. Стихийные свалки из останков крупного рогатого скота появляются достаточно часто. Только в прошлом году специалисты зафиксировали семь крупных точек. Были и единичные жалобы. Возможно, производителям мясной продукции просто некуда отвозить биологические отходы. Единственный завод по утилизации в Кормиловском районе еще в прошлом году был под угрозой закрытия. Тогда в региональном Минсельхозе заявляли, что предприятие исчерпало свои ресурсы, поэтому существующих мощностей не хватает. Власти ищут инвестора для строительства нового завода в Омской области. Однако сейчас ситуация стабилизировалась. В Россельхознадзоре нашему телеканалу сообщили, что Ветутильзавод на данный момент работает в полном объеме. Заявки по переработке выполняются. По мнению специалистов, причина стихийных свалок биологических отходов в недобросовестности самих производителей. За переработку нужно платить. Некоторым проще выбросить опасные отходы и скрыться. В трехэтажке в советском округе рухнула стена. Обошлось без пострадавших, но из-за сквозного провала жильцы одной из квартир, как сообщают очевидцы, теперь могут видеть через дыры в кладке подъезд. Более того, остатки кирпичной кладки, по сути, заблокировали в собственной квартире инвалида-колясочника. Молодой человек живет один и, как рассказывают соседи, до сих пор испытывает проблемы с тем, чтобы выйти из дома хотя бы в магазин за продуктами. Мешает преграда в виде строительного мусора. Ну, вообще, я с церкви приехал, на коляске встал на улице, смотрю на это безобразие, что вот это вот вывалилось. Соседи подходят, меня затащили вместе с коляской. Спасибо соседям. Вот это вот, значит, ну вот этого я уже обращался еще в прошлом году и к Фадиной, и к Буркову Александру Леонидовичу. Никаких абсолютно действий не предпринято было. Шелест позавчера написал, то есть он ответил, что также ищите деньги сами, потом в итоге меня вообще заблокировал. Возможно, проблема в том, что обращаться нужно было не к чиновникам, а в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Официальный комментарий сегодня предоставили в администрацию Омска. Как выяснилось, комиссионное обследование трехэтажки уже проведено. Сегодня коммунальщики закупили стройматериалы и даже начали восстанавливать поврежденный участок стены. Работы должны завершить к 24 февраля. Впереди Сибири всей. В январе в Омской области был зафиксирован практически самый высокий уровень инфляции среди регионов федерального округа. По итогам первого месяца годовая инфляция составила 10,61%. Немалую роль в этом сыграло подорожание коммунальных услуг. По данным Банка России, цены на продовольствие стали расти быстрее. Темпы увеличились до почти 13%. Это, среди прочего, связано с засушливым летом, которое обернулось плохим урожаем капусты. Также быстрее прибавлять в цене стали мясные продукты из-за подорожания кормов и ветеринарных препаратов. Молочная продукция тоже влетает амичам в копеечку, потому что отрасль столкнулась с подорожанием и сырья, и упаковки. Тем временем непродовольственные товары, хоть и тоже подросли в цене, сделали это не так резко. Всего плюс 9,63%. Шокировать, пожалуй, способен годовой прирост цен на услуги. В декабре темпы составляли меньше 6%, а в январе уже превысили 8%. Здесь во всем виноват рост тарифов на услуги ЖКХ и, в частности, капитальный ремонт. Высокая инфляция и буйство пандемии вынудили молодых родителей вдвое чаще обращаться к законным способам обналичить маткапитал. По данным ПФР и счетной палаты, эта мера соцподдержки стала популярна из-за резкого увеличения расходов семей с детьми. Так, в счетной палате заявили, что в прошлом году количество желающих использовать средства маткапитала по прямому его назначению для улучшения жилищных условий или образования изменилось незначительно. А вот запросов на получение денег, которые можно использовать здесь и сейчас для приобретения необходимых товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов, стало больше в 2,4 раза. Эксперты помимо инфляции связывают такой рост с корректировкой критериев нуждаемости, которая позволила охватить меры поддержки больше молодых семей. Еще одна возможная причина денежного бума – автоматическое продление выплаты родителям, подавшим заявление ранее. Режим выходного дня в мэрии рассказали, как будет работать муниципальный транспорт 23 февраля в День защитника Отечества. Так, перевозить Амичей в праздник будут 217 автобусов, 81 троллейбус и 34 трамвая. Почти вдвое меньше, чем в будни, когда по городу курсировали 400 автобусов, более 100 троллейбусов и 65 трамваев. Правда, столь большого количества машин в последнее время Амичи не наблюдали из-за того, что большая часть кондукторов и водителей ушла на больничный с диагнозом коронавирус. В начале февраля 15% работников пассажирского предприятия номер 8 и предприятия «Электрический транспорт» не выходили на работу. Сейчас, сообщают в ведомстве, ситуация стабилизировалась. Поэтому показатели соответствуют всем нормам, и Амичи в праздничный день не останутся без городского транспорта. Также напоминают, что отследить муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи можно через сайт баз55.ру. Мэрия попросила Амичей чаще жаловаться на плохую уборку крыш и напомнила, как это правильно сделать. Сделали это чиновники в преддверии резкого потепления. По данным открытых источников, в ближайшее время в Омске становится практически нулевая температура. Это чревато появлением угрозы сверху. В такую погоду на крышах появляются сосульки, а потерявшие прочность снежной шапки могут упасть на голову прохожим. Вместе с тем чиновники поручили управляющим компаниям более старательно подходить к вопросам чистки крыш обслуживаемых домов. Сброшенный на землю снег должен не залеживаться, а в течение суток оказаться на полигоне. Горожане в том случае, если уличат коммунальщиков в плохой работе, могут обратиться с жалобой в управляющую компанию, госжилы инспекцию или окружную администрацию. В связи с перепадами ночных и дневных температур, вероятность схода снежных масс и ледяных образований с крыш домов значительно возросла. Сегодня перед нами стоит задача предотвратить несчастные случаи. Для этого всем управляющим компаниям были направлены телефонограммы о необходимости уборки снега и сосульок с крыш обслуживаемых домов. Мы в свою очередь будем продолжать контрольные мероприятия по проверке качества очистки крыш от ледяных образований. Продолжение следует...